Сила, не смогла удержаться, поделиться с вами такой красотой. Какая красота. Красная рыбка. Вот это красная рыба. Сверху икра. Вкусно, очень вкусно. Ведение, да, кошка? Пока мало накачали, я собираюсь вот это детское отделение перебрать, потому что там в глубине далеко не его вещи стоят. Нурофен с трех месяцев. Кстати, я принимала, когда с роддома вышла, потому что у меня температура была 38 с чем-то. Ну, мы ее забивали нурофеном. У меня морозилось жутко. Вообще, деля детям занималась. Плантекс есть. Есть, я же вроде показывала, я не помню. Я его, кстати, пила потом сама. Наш малыш не пьет ни плантекс, ни укроп, ни воду. Ничего. Он не хочет брать, как и многие ветки. Вот оно, вот он здесь укроп. Вот я же показывала. Это что касается... О, это уже укроп. А это что касается коликов. Не судьба. Не судьба. Хорошо, хоть и эспамезаны там вот это глотает. Какая манты давно хотела. Все, приятного аппетита. Приятного аппетита. Давай, сними пока я ничего не разъела. Ешь, ешь, кушай, я уже снимала. Там мы чай не заказали. Сейчас я себе чай налью. Да я держу. Сто лет хотела. В центре города. Наконец-то. Покупки в магазине читай город. Потому что я не знаю, в каких городах он есть. Так. Значит, сестронке в подарок. На день рождения я отправляю вот такой блокнот. Блин, себе бы оставила. Не могу. Класс. Илья какой, да? Офигенно. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Супер. Вообще там раскрашивать можно. Раз. Потом. Карандаши взяла два. Ну, я же взяла, я раскраску. Ну, и так, подарок-карандаши. Вот. Потом смотрела в магазине, в котором мы сегодня были, там подешевле. Потом, это как? Как она? Закладка. Ну, какая прикольная. Не знаю, мне нравится. Так, стилет. Ну, я слов люблю. Да, тут сала. Да. Потом. Одну себе взяла. Одну ей. Но дело в том, что, скорее всего, в посылку не залезет. Поэтому, возможно, что ими не отправим. Вот. Скорее всего, в посылку не залезет. В общем, две таких. Получается, потом... А, кстати, ну, получается, у меня альбом тогда есть. Надо коробку вот такую убрать. Ага. Тогда, значит, надо вот выбрать. И вот альбом я еще и купила. Ну, она... В каком классе ей альбом нужен. Ну, и основное, за чем я ходила, это... Чтобы какой-нибудь прикольный. Основное. Взяла мой личный дневник на 3 года. Смешбук, да? Ага. Вот он запечатан. Там все распечатанные были. Я не знаю, что внутри. Только взяла, потому что распечатанные. Ну, в принципе, по страничкам я вижу, что странички, они цветные. Тут вот что написано. Плохой телефон, не фокусирует хорошо. Вот, что написано. Цена 450. Вот. Да, в общем-то, ездила я за этим. Потому что, ну, для девочки это любят. Далее. В общем, зашли сладости на рынке. Так, это рахат луком, да? Я такое не кушаю. Это муж, чтобы набрал нифе на себе. Чтоб все ела. Чувствуешь, ты с мамой? А, мама не ест своя такая. Папа ест. Так, дальше. Ну, это вот так. Козинаки взяли. К чаю. Вот эти тоже прикольные. Потом. Я как бы, ну, себе взяла эти печенье с морским молоком. С печеньем. Ой, с топленым молоком. С печеньем молоком. Так, вот эти себе сникерсы, да, взял. На работу, наверное. Так, вот это я выбрала. Вот такой вот смесь. Ядерную смесь. А тут финики, смотрите. Кстати, очень хорошо гостям, когда гости приходят, так вот высыпаешь. Ну, скоро вазочку. Вазочку, да. И пусть гости. Так, сестренки на день рождения также отправляют вот к этому набору. Вот такие вот шоколадки, но взяла, выбрала так, что могла выбрать. Дива, я даже не знаю, они пробовали с хрустящей вафлей. Вот это. Ну, так чисто символически нормально все. Вот это мой подарок. Их в путевку, в посылку. Так. В другом магазине я вам с вами делюсь. Я купила... Ой, господи. Плед. Минуточку. Взяла вот такой плед, такого цвета. Он тоненький. Вообще, на лето самое то. Ну, в общем, длинный. Вот такого цвета я взяла. Вот такой. Антон. Потому что невозможно. Да, у нас пледов мало. Так, дальше. Байковое одеяло купила сыну, сыночку нашему. Она маленькая, короткая. Как раз. Детская. Детская, короче. Вот такое. А то у нас плед. Ну, все. На младенца пойдет. Вон там куружопится. Пукает лежит. Так, далее. Она тоже сестренке купила платок. Вот такой красивый. Посылку будем отправлять на подарок. Ну, не каждый день мы отправляем ей посылки. Я так что-то как начала собирать. И как обычно посылка собирается. В общем, такой вот шарфик. Отправляю сестречки. Сестренки. Девочка зовут Ксюша. Ну, в общем-то, в видео старых. Уже показывала я. Так, это тоже сюда на подарок. Далее, далее, далее. Я, наконец-то, купила себе сумку. Чуть почему-то без звука. А, вот и такие ножки. Вот. Как говорится, наконец-то. Начинание вроде подходит под мой кошелек. В общем, вот такая сумочка. Тяжелая, зараза. Вот в таким отсеком. Ну, не видно ничего. В общем, здесь посередине. Вот такая эта есть, но я так не нашел. Посередине здесь есть. Короче, не видно. Вот так, отсередине отсек. Так что, наконец-то. Сумку, короче, к пуховику я купила. Все. Напишите, как вам сумка. Мне очень нравится. Показываю, я этот кошелек или нет. Тоже в компании Эйвен такой кошелечек. Отправляю сестре. Сестре. Я на него достать не буду. В общем, он такой в моменте. Посмотрим, нужно ли мне. Нет сережки отправляю. Вот такие вот. У меня фотографии с сережками есть у меня в ВКонтакте. И вот такие тоже на лето. Тоже длинные звездочки. Желтые. Но я их отправляю, потому что я все равно все это делать буду очень редко носить. Так, наклейте. Вот такие вот. Вот такие вот ей. Есть у нас 12 лет, и поэтому актуальны еще. И вот эти татуировочки. Браслеты пусть поделают или что-то. Как я вам показывала уже. Самое главное, это вот это тоже. Вот. Вот я и заклеила здесь одну сторону. Вот в такой коробочке тоже. Брелок. Такой шикарнофтный брелок. Смотрите. Я его сначала смотрела в магазине, потом мы уехали домой. На следующий день я мужу пишу по WhatsApp. Папу, дорогой, пожалуйста, заедь и купи. И все-таки я надумала его подарить моей Ксюше. Вот. И две туфли, и сумочка, и сердечки, и бантик. Ну, понятно, я офиген вообще. Мне кажется, это классно. Если куда-нибудь накручено, сумочка. Вот. И плюс он-то дневник. Мне кажется, он мне подарок. То есть, вот пишут, что стоило 800 рублей. Я купила за 400. То есть, мне могу купить за 400. Все. Теперь вот как же это все отправлять? Как же это все отправлять? Мне кажется, это тяжелое, муж охраняет. Вот. То есть, официально такие два подарка. То, что я подарила бы. Это вот мой дневник. И вот этот. Это вот подарок на зарождение. Ну, вот этот. Вполне мне кажется, наверное. Все остальное такое же сопутствующее. Так-так-так. Уже решила доложить в посылку вот этот набор чая, который я показывала вам уже. Правда, не знаю, как его умещать. Либо чаю вытащить, либо коробкой. Коробка, конечно, помнется. В коробке, конечно, лучше и цивиль не отправлять. Чтобы было понятно, откуда и что. Ну, что это подарочный набор. Ну, посмотрим. Сейчас будем утрамбовывать. Потому что у меня вот что получилось. Так-так-так, залази. Вот пакет. Вот пакет. В общем, вот что у меня получилось. Вот так два пакета. Потом вот этот будет связать скотчем намертво. А этот и потом вместе еще связать. Потому что потом один каком-нибудь вытащит, скажет, ой, ёб твою мать, непонятно что. В общем, кто скажет, мы потом никого не найдем. Потому что, я так понимаю, особенно воруют в Москве. Потому что в Москве идет туда. Короче, ладно, что буду говорить-то об этом. Картинский пирог с грибами, с картошкой и сыром. Уже с нами ездить сколько? Это вот в кафе, в котором мы сидели. Сейчас я снимала этот. Кушали мамонты. Вот там купила этот пирог. Делюсь с вами покупками. Угу, вкусно. Шла-шла, пока заехала в торговый центр, естественно. Потому что выйти из дома я не могу просто так. А вокруг нашего дома таких магазинов в торговых центрах нет. Естественно, я пользуюсь моментом. Я не собиралась ничего покупать в Остине. Но просто зашла посмотреть, что там. И так получилось, что купила. Давайте я вам покажу. Вы же любите, когда с вами делятся. Я очень люблю, когда мне показывают покупки. Так, я купила вот такую вот шапочку. Я давно ее искала. И... Я не знаю. Она ему большая будет. Сейчас я на его смотрю. Она лежит рядом со мной. Она ему будет большая. Такая, знаете, вот с горловиной. Вот. По акции 200 рублей. Так она 300 у них стоила. В общем, такая шляпа. Шляпа-шапка. Такая небольшая. Будем смотреть. В любом случае, все, я это буду стирать обязательно. Так. Правильно же, что я... А, ну все, я как бы сказала. Так, далее я купила вот такие штаники. Вот такие штаники. Супер, супер, супер написано здесь это. Вот так, вот такие они. Это размер у нас. Так, размер у нас. Не написано размер. Размер у нас 68 сантиметров от 3 до 6 месяцев. Там здесь такой есть начес, как бы. Сзади ничего нет. Вот. Вот такие штанишки. Я думаю, что они ему будут большие. Так, и дальше тоже я просто не смогла пройти мимо. Мимо такого свитера. Он мне так понравился мужик. Какой он красивый. Какой же он классный. Он ему будет большой, естественно. Естественно. 68 сантиметров от 3 до 6 месяцев. Так-то они подходят. Так, свитер у нас стоит 699 рублей. Стоил тысячу. Тут куча наклеек. Гляньте, они переклеивали, переклеивали. Остин Китс. Да, вот такой бутик. Вот. Блин. Вот если вот так вот все это положить, то это получается такое мега-бомбой. Безда. Ну, там как. Кофточка, она же обычно налегает. Все равно сверху. Вот как-то так. Вообще-то не подходит. Ну, ладно. Разберемся. Значит, под свитер этот нужен. Мне кажется, джинсы нужны. Так. Все, по-моему, нет. А. Дочка в сумочках опять купила себе шиповник. Это я в Ревгоше была. Значит, купили мы... Купила я давно. Собиралась купить спрей, который потек для очистки оптических поверхностей. То есть, монитора. И телевизоров он потек. Надо его убирать нахер с постели. Тьфу. И моя любимая зубная паста. Специально пошла. Там точка такая есть. В Amway. Не знаю, почему-то у нас в Актау. Amway ее называли всегда. Здесь приехала. В Россию ее называют Amway. Хотела сразу большую зубную пасту. А, богатофункциональную зубную пасту. В украинском составе хер поймешь. Пишите, блядь, состав на русском. Если вы ввозите товары в Россию, пишите состав на русском. Мне это очень злит и бесит. Не могу. Для взрослых детей, старших телец. Делаю с боболями сильными. Задержит фторит. В сторону здесь есть. Не очень хорошо. В общем, 390 рублей я за нее отдала. То есть, грубо говоря, 400 рублей. Все. Такие были покупочки. Деньги улетают, как ванда. А, ну, раз зубом, я считаю, надо постараться зубы. Вообще за зубами следить надо. Так, все, вот и не все. На этом. Это что у меня здесь? Фу. Задыхаюсь аж. Значит, точку сыночка я купила конверт в коляску. Коляску тоже мы уже привезли. Это я уже покажу в следующем видео, потому что это и так большое. Ну, или не показывать. Почему я говорю по поводу того, что снимать видео или не снимать? Потому что, я же говорю, непонятно. Мало пишут комментарии. Я не пойму, кто смотрит. Смотрят у меня все подписчики. Это вообще непонятно. Не пути периодически пишите мне что-то, что вы, ну, просматриваете мои видео. Так. Там хотя бы плюсик ставьте. Я не знаю, что. Типа я здесь. Я смотрю. Я заинтересована в твоих видео. Потому что просто так я тогда их тоже не буду снимать. У меня сейчас нет времени, девочки. Нет у меня времени. Ну, то есть вся, любая мама поймет. Я же ж не блогер, который деньги качает с YouTube. Я не вот эти там, которые, вы знаете, каждый день они снимают одни и те же видео, да. То есть каждый день я пошла, посрала. Я пришла, полежала. То есть я понимаю, что у меня тоже такого плана видео. Он неинтересный. Я их как могу слепляю. Я его слепила, называется, видео из того, что было, блин. Но тех вообще просто, 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 калима. Это вот известные блогеры. И вы знаете, о ком я говорю. Так. На флисе. То есть я хотела купить зимний. Я хотела купить другой, большой. В итоге мы подумали и не взяли зимний. А потому что скоро весна. Мы уже на кассу. Все-таки мы решили, что... Давай, потому что потом, наверное, жарко будет весной лежать. В таком. В общем, здесь нету дырок. Ну, там если кто-то ремни какие-то протягивает. Здесь нет дырок. Вот так он раскрывается. Ну, блин, знаете, пицца-то впритык. Все, нафиг. Не знаю, с чем. Такой волзят. Ну, волзят, волзят, волзят. Кукуськи. А это такие ручки, зацепят. У нас такое, как начнет плакать, хоть стыд, хоть падает. Мне кажется, это, наверное, на выпуску больше, чем в коляску. Вот я меряю в коляску. Вот так кражу. Так раскрываем все, что... Вот так ложим. Вот так пробовать. Смотрите, у нас вот такой вот свет. А, так. Потом сверху, если положить его, он в теплый наш. Потом так просто сверху накрыть. Так, так же порошок мне свекровь подарила. Не знаю, попробую или что там вам дают. Подарок. У меня такой уже был. Большая упаковка. Нормальный порошок. Сейчас я нюхаю. Немножко смущает меня запах. Уже больно очень такой сладкий. Ну что ж, будем пользоваться. запрощаться. Этот локус я не заканчиваю. Вот такие у нас дела. Был такой вопрос. Катя, кем работает твой муж? Странный вопрос. Какое отношение мой муж имеет к моему каналу? Никакого. Только так. Вот так вот. Прибой вопрос. А, кстати, хотела сказать, большое спасибо девушке. Девушке за комментарии в предыдущем видео, что вы ждете мои видео, чтобы я не закрывала канал. Естественно, да, я буду снимать пореже. Все мы другого понимаем. Было бы еще что снимать. Что снимать? Ребенок пока маленький, а маленькие детки, маленькие детки. Ну, чем не занимаешься? Вообще не до косметики совершенно. У тебя притчики по властью. Спасибо за понимание. Так, ладно. Будем закругляться. Снимаю видео, потому что я не готовлюсь. Я снимаю так, как есть. Я вот такая, какая есть. Вы просите от меня видео про роды. Честно, я уже про роды забыла. Что там было? Как там было? Как страшный сон нахрен? Ужасное место. Не люблю я. Тоже не люблю, когда у меня лазают в одном месте. В песке смысле. Вот, вот, вот. Кот бесится. Поэтому для меня это страх божий. Я помню, что я должна вам видео про роды. Я постараюсь напрячься. И если я теперь все не расскажу, потому что рассказывать, то я люблю каждый шаг, каждую тонкость, не имеющую значение к родам. Просто я бы хотела рассказать. Вообще, она... Ну, вообще, мне спрашивают, как вот это я... Что я делала в роддоме? Какие события там были? Ну, вот. А теперь я многие... Много подзабыла. Ну, ладно, разберемся. Надо будет... Видео будет 5 минут. Я пошла туда, пришла сюда. Т-д-т-п. Все. Пока-пока.